Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает Евгений Проскурин. Коротко о главных событиях дня. Освещена одна из центральных улиц города, улица Чайковского. Аким города встретился с инициативной группой. В преддверии Международного дня волонтера состоялся слет волонтеров среди студентов учреждений технического и профессионального образования. В мероприятии приняли участие более 80 организаций. Растет число вакцинированных беременных и кормящих женщин. Вакцина вводится женщинам в период беременности от 16 до 37 недели и через 42 дня после родов. В семье отметили День работников сельского хозяйства. В торжественном мероприятии в городском доме культуры принял участие Аким города Бакаджан-Баяхметов, который наградил лучших тружеников сельского хозяйства. По семейскому региону с начала года выделено 7,9 миллиарда тенге. Реализовано три инвестиционных проекта. В частности, начато строительство маслозавода, выпуск товарного яйца и установка пяти дополнительных дождевальных агрегатов в агрофирме «Приречная». В этой связи глава города отметил, что труд каждого специалиста, который вносит вклад в развитие экономики города, является ценным. А теперь хочу вас поблагодарить и прежде всего пожелать вам здоровья. Конечно, сельское хозяйство – очень сложная отрасль, и у нее много проблем. Мы также знаем об отсутствии специалистов в этой области. Например, подготовка сельскохозяйственных инженеров, начиная с пастухов. Хотя молодые люди не обращаются к сельскому хозяйству, в этой сфере есть положительные результаты. В ходе мероприятия заместитель руководителя отдела сельского хозяйства отметил рост урожайности зерновых культур на 30%, масличных культур на 16%, картофеля на 20%, общей и бахчевых культур на 14%. Данное мероприятие было проведено по инициативе Акима. Так как наш город теперь является сельскохозяйственным регионом, у нас хорошо развито как животноводство, так и растеневодство, и в целом пищевая отрасль, в которой много достижений, отмеченных на этом торжественном мероприятии. Если говорить за последние 10 месяцев, объем производства валовой продукции выполнен на 127%. В честь праздника медалью Министерства сельского хозяйства «Ветеран труда» награжден глава крестьянского хозяйства «Балабек» Аманжол Сукбаев. «Мы работаем, выпасаем скот, работаем с пользой для населения. Сегодня нас награждают за этот труд. Мы хотим приносить пользу людям. Мы желаем каждой ферме, которая работает в животноводстве, добра. Мы желаем нашему народу расти и процветать». Благодарственными письмами Акима города семей были награждены работники нескольких товариществ нашего города. Торжественное собрание в честь работников агропромышленного комплекса завершилось праздничным концертом. Аким города Багаджан Баяхметов встретился с жителями улицы Омская, на которой сейчас проводятся ремонтные работы. Данная улица в дальнейшем также будет освещена. Кроме того, вчера к освещению была подключена одна из центральных улиц города – улица Чайковского, на которой глава города также встретился с инициативной группой. По словам местных жителей, на улице Омская годами не было асфальтового покрытия. В весенний период улицу утопила талая вода, что затрудняло передвижение из-за грязи. Однако в текущем году, по многочисленным просьбам жителей, улицы 4-я и 5-я Омская подготовили к асфальтированию. В настоящее время на данных улицах уже уложили по 600 метров песчаногравиной смеси. Далее работа будет продолжена по улице Белякова. По этим улицам невозможно пройти, особенно осенью и весной, когда вода. Наши дети проваливались в воду, не имея возможности пройти. Сейчас хорошо, спасибо. Теперь еще заасфальтировать дорогу. Будем рады. Мы очень рады. Мы столько лет ждали, когда нам сделают дорогу, асфальт. И вот сегодня этот день наступил. Большое спасибо Акимату, что нам дождались мы сегодняшнего дня. Будет у нас дорога. Мы очень рады. Спасибо большое. Работу по улице Дорожного покрытия проверил Аким города Бахчан Баяхметов. Жители, в свою очередь, рассказали о том, что на данной улице также нет освещения, хотя установлены опоры. Глава города поручил ответственным лицам в ближайшее время решить вопрос по освещению улицы Омская и Толстого. Далее Бахчан Баяхметов встретился с жителями улицы Чайковского. Вчера улица Чайковского была подключена к освещению. Данная улица ранее не освещалась. Сейчас на улице Чайковского установлена 41 опора, 37 оголовников. В целом, 74 светильника будут освещать улицу длиной более 1 километра до Кольца Морозова. До первого полугодия следующего года будут освещены 49 улиц. Освещения раньше там не было. После второго полугодия проведем освещение на 204 улицах. Это работа уже на следующий год. В свою очередь, жители поблагодарили Акима города за проведенную работу по благоустройству. Также высказали свои претензии. Как только дорогу сделают, бывают случаи, через два месяца, как наступит зима, асфальт вскрывают, чтобы отремонтировать теплотрассу. Хотелось бы, чтобы таких нюансов не было. Как ответил Аким, этот момент в дальнейшем в стороне не останется. Также он поручил горожанам всегда следить за проводимой работой в городе. Если будут замечания или претензии по некачественной работе, своевременно сообщать в Акимат. Айнур Касым, Айдос Айт Калиев, телеканал Семей. В городе Семей подключаются к освещению улицу возле сквера Победы. Начиная с пересечения улиц Шакарима и Каюма Мохаммедханова, здесь установлены 92 опоры. Работы по освещению будут завершены сегодня. Аким города отметил, что данному участку в зимний период будет уделен должный доход. Также в следующем году здесь, как и в других скверах и парках города, будут проведены работы по благоустройству. Рядом со сквером на улице Жамакаева располагается сразу несколько школ. В этой связи для безопасного передвижения школьников и других горожан в темное время суток данный участок был освещен. Кроме того, Бакаджан Баяхметов отметил, что в настоящее время в нашем городе еженедельно 10 улиц подключают к освещению. Сегодня уже подключена к освещению часть сквера. Завтра подключим вторую часть. Теперь здесь будет освещение от улицы Шакарима до улицы Каюма Мохаммедханова. Это делается для того, чтобы людям были созданы комфортные условия для передвижения. В следующем году в городе будут проведены работы по благоустройству таких скверов. В Айагузе состоялось торжественное вручение ключей от домов, построенных в рамках программы «Одноэтажный Восток». Жилье кредитной направленности получили многодетные и неполные семьи. Праздничное мероприятие было приурочено к 1 декабря, дню первого президента. В честь празднования дня первого президента Республики Казахстан жителям города Айагуз были вручены ключи от домов кредитного назначения в рамках региональной программы «Одноэтажный Восток», инициированный Даниалом Ахметовым. На праздничном мероприятии лучшим работникам отрасли были вручены почетные грамоты. Также многодетным и неполным семьям был вручен сертификат Акима Айагузского района Силбека Искакова на первый взнос по кредитному жилью – 1 миллион 200 тысяч тенге. Один из них – отец четырех детей Ахат Тулемесов. Я семьи многодетных, получил квартиру государственную, ипотечную. Очень доволен Акима района. Переначальным взносом получил 1 миллион 200 сертификатов на основу кредита. Я очень рада, что в такой праздничный день я получила ключи от нового дома. С 2019 года мы стоим в очереди. У меня двое маленьких детей. Я рада, что государство оказывает такую помощь. Очень рада. В текущем году в городе Айагуз планируется ввести в эксплуатацию 68 двухквартирных и 51-квартирных домов кредитного назначения. В целом 186 семей будут обеспечены жильем. Строительство домов осуществляли семь подрядных организаций. В строительных материалах использована отечественная продукция. Объем ввода жилья в Айагузском районе до конца текущего года составит 73 736 квадратных метров. В городе Айагуз построено 50 коммерческих одноэтажных жилых домов. На сегодняшний день эти дома находятся в стадии полного завершения. В настоящее время ведутся последние работы. На сегодняшний день пять домов нашли своих хозяев. Эти семьи отпраздновали новоселье прямо в день праздника. В ближайшее время будет проведена оценка еще 20 домов, после чего будет подписан договор купли-продажи. В целом по Айагозу 1262 человека стоят в очереди на жилье. В прошлом году 140 семей получили жилье по программе аренды. В этом году все дома сданы в эксплуатацию и еще 108 семей будут обеспечены жильем. Заместитель Акима района отметил, что в 2022 году планируется продолжить программу кредитного жилья. Евгений Проскурин, Аяуламбахат КЗ, Эльмира Жорсимбек КЗ, Ильжан Макзумов, Телеканал Семей. В эти дни по всей республике проходят праздничные мероприятия, посвященные заслугам первого президента независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева. В Жарминском районном доме культуры состоялось торжественное собрание. Президент очень много сделал для развития нашей родины – Аул Колыбель страны. В этой связи реализуются многие программы главы государства по поддержке аграрного сектора, развития предпринимательства на селе. В этот день жарминцы, самоотверженно трудящиеся в разных сферах, были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами Акима района. Ученики районной школы искусств представили праздничную программу и подарили зрителям прекрасное настроение. В ходе праздничного мероприятия Аким района Ахмедкали Нургожин поздравил собравшихся с днем первого президента, отметив вклад главы государства в развитие страны. Доложил о социально-экономическом развитии района, реализации государственных программ по приоритетным направлениям послания президента. По программе поддержки предпринимательства Урлеу начата реализация проекта по созданию агрохолдинга со стороны крестьянского хозяйства. Проект предусматривает открытие от кормочной площадки на 1000 голов крупного рогатого скота и молочно-товарной фермы на 400 голов. В Берликском сельском округе начата разведка хромидных руд с целью строительства металлургического комплекса. Срок реализации проекта 2022-2023 годы. Считаем, что все это позволит экономике региона двигаться вперед. В семье увеличивается количество вакцинированных от ковида беременных и кормящих матерей. К вакцинации Pfizer допускаются беременные от 16 до 37 недель и кормящие женщины с 42 дней после родов. По словам врача общей практики, в семейской железнодорожной больнице в их учреждении прививку получили 6 беременных и 11 кормящих женщин. Также врач рассказала о случаях побочных реакций после прививки и противопоказаниях. Были такие побочные реакции, как лихорадка, то есть повышение температуры, общие недомогания и боль в месте инъекции. В остальном побочных сильных реакций у подростков, беременных и кормящих не наблюдалось. Противопоказанием данной вакцинации является тяжелая аллергическая реакция на введение предыдущих каких-то вакцин. В остальных случаях вакцинация допускается. Большая часть беременных и кормящих женщин побочных эффектов не почувствовали и готовятся получить второй компонент вакцины Pfizer через 21 день. Я 18 ноября получила прививку Pfizer от коронавирусной инфекции. Я сейчас кормящая мама, дома сижу с ребенком, от прививки никаких реакций не было у меня. Как прививку получила, я в 30 минут в кабинете посидела, не измерили температуру, температура нормальная была. Потом я по рецидамолу выпила и после прививки ничего не было. Температуры, кашля, озноб, такого не было. И у ребенка все нормально. Я состояла на учете по беременности в первой поликлинике Семея. После 16 недели мне сделали прививку от коронавируса вакцины Pfizer первым компонентом. После получения прививки никаких симптомов не было. На протяжении трех дней была под наблюдением участкового врача. Никаких реакций не было, все прошло легко. Также врач отметила, что у населения уже нет страха. И люди подходят к вакцинации осознанно. Они идут получать вакцину, чтобы уберечь себя и своих близких от коронавирусной инфекции. Покыта Айткенова, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей». 5 декабря в преддверии Международного дня волонтера состоялся слет волонтеров среди студентов учреждений технического и профессионального образования. В мероприятии приняли участие более 80 республиканских, областных и зарубежных организаций. Главная цель – организовать диалоговую площадку для обмена опытом между волонтерами. Слет волонтеров «Открытое сердце» организован управлением образования Восточно-Казахстанской области совместно с одним из медицинских колледжей города. Мероприятие приурочено к Международному дню волонтера и 30-летию независимости Республики Казахстан. Оно предполагает обмен опытом и сотрудничество волонтерских групп. В нем приняли участие студенты, лидеры волонтерских организаций, учебных заведений таких стран, как Россия, Беларусь, Казахстан и Украина. Сегодня в нашем городе проходит большая встреча, наполненная смыслом и добротой. Ее цель – вселить надежду в следующее поколение через качественное образование, а также обмен опытом в обучении активных членов общества посредством сознательного воспитания и донести до общественности чистоту наших сердец. Ставшее уже традиционным мероприятие среди учреждений профессионального и технического образования Восточно-Казахстанской области проводится уже в третий раз. Напомним, волонтерское движение Восточно-Казахстанской области заняло второе место в марафоне 30 добрых дел по республике. В Восточно-Казахстанской области 82 колледжа. В 70 колледжах работают клубы волонтеров. Данные клубы работают по восьми видам волонтерства. Педагогическое волонтерство, социальное волонтерство, медицинское волонтерство и другая волонтерская работа. Даже во время этой пандемии дети продолжали работать. Всего в мероприятии, которое проходило в онлайн и офлайн форматах, приняло участие более 80 организаций. В ходе слета были рассмотрены рабочие площадки для обмена опытом волонтеров. Волонтерство – это не деятельность, а желание сердца, отмечают участники. Я волонтер, уже три года я присоединилась к волонтерскому клубу, когда была первокурсницей. Я там очень активна. С волонтерским клубом мы побывали во многих местах, например, в детском доме и доме престарелых. Сегодня волонтерское движение в Казахстане выходит на новый уровень. Работу волонтеров теперь можно увидеть в сфере культуры, спорта, педагогики, языка и других социальных сферах, отмечают организаторы. Евгений Проскурин, Айолом Бахатказе, Олежан Бейсингазинов, Телеканал Семей. Сегодня в преддверии Международного дня волонтеров в семье чествовали лучших эко-волонтеров, организаторов эко-просвещения и воспитания. Организатором мероприятия выступил Общественный фонд «Центр семьи». В мероприятии были вручены 78 наград среди победителей школа номер 3, школа имени Жуспека Маутова и мини-центр «Бакыт». Они были награждены грамотами Министерства экологии Республики Казахстан, а также другие грамоты были вручены от Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области. Отметим, что среди проделанных работ волонтеров был активный сбор макулатуры эко-волонтерами школ. На выплаченные средства были приобретены продуктовые наборы для нуждающихся семей. Сегодня общество уделяет огромное внимание эко-просвещению, эко-воспитанию. Мы делаем возможность для того, чтобы в наших социальных сферах были теплицы, в том числе и в школах. Внедрялись зеленые технологии, как, допустим, в биологическом центре, это и солнечные панели, это и капельное орошение. И, конечно, главное достояние, наверное, это то, что наши учителя являются сегодня лидерами в эко-просвещении и воспитании. В области ежегодно проводится конкурс «Восточный сувенир». В этом году в нем приняло участие 10 ремесленников из семей. Все они показали хорошие результаты. Подробнее в следующем видеоматериале. В Ускаменогорске прошел областной конкурс национального прикладного искусства «Сувенир Востока» в рамках программы «Рухани Жангару», приуроченной к 30-летию независимости Казахстана. В конкурсе принимали участие 35 мастеров, работающих в разных направлениях. Оценивали их по 7 номинациям. Из семей на конкурсе выступили 10 ремесленников, каждый из которых стал дипломантом. Одним из победителей стала мастер прикладного искусства Гульмира Айгожина. Она одержала победу в номинации «Высокое мастерство». Поздравить и вручить грамоту приехала глава областного центра по прикладному искусству Раиса Мухамеджанова. С самого начала бездевинный фестиваль планировался как в рамках программы «Рухани Жангару». Но и не забываем, что 30-летие независимости из республики Казахстана грядет. Ремесленников поднимают. Почему? Потому что немногие видели, что ремесленники – это такие люди, которые своими руками делают такие универсальные работы, уникальные, что другие уже как бы далеко. Те, кто сидят в рукодельнице, дома, тихо, мирно, они уже, конечно, в отличие от таких известных шиберов, тут уже просто сравнения нет. Благодаря таким профессионалам ремесла развиваются, их знания ценны для развития искусства. Из войлока получаются натуральные не только одежда и предметы быта, но и аксессуары, которые изготавливает мастер. Чтобы изготавливать такие вещи, конечно же, у нас используются природные материалы. Я работаю с нитью. Нити у нас хорошего качества и на здоровье очень хорошо влияют. Я обучаю детей этому искусству. Работать с такими нитями очень полезно. Не только дети учатся, но и взрослые женщины. Им нравится заниматься этим искусством. На сегодняшний день традиции нашей страны сохраняются и передаются из поколения в поколение и с удовольствием перенимаются молодежью. С помощью национальных ремесел и народного искусства мы можем перенестись в прошлое и узнать нашу историю, о чем и говорится в программе «Рухани Жангру». Сегодня мастера имеют возможность проводить различные мастер-классы, соревноваться в конкурсах и участвовать в фестивалях, тем самым развивая национальную культуру. Евгений Проскурин, Диана Толеу, Нургуль Садыкова, Айдос Айткалиев, Телеканал Семей. На сегодня это все новости. Смотрите информационные выпуски на телеканале Семей, на сайте www.semeytv.kz и на нашем официальном YouTube-канале. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!